утром доброго люди добрые и не очень тоже вам здравствуйте доброе утро вам желаем из тюмени 76 2021 года времечко у нас без 28 запишут сейчас успела сбаваться без 28 на улице у нас тип тропики минус 21 тепло если на минус этой стоянки надо кучу кругов нарисовать чтобы на сюда развернуться в эту сторону немного в эту сторону сейчас два раза мимо по 100 гаимна проехать я всем едем соседние слов на дискотеку я темно сканер будем их насчет умолить умолять конечно нет но очень слезно просить чтобы они как можно быстрее нам сделали разблокировали на нашу автономку потому что звонил вчера вечером ленский катеринбурга говорит брат надо срочно быть во сколько приедешь я бы два три четыре туда-сюда поздно ругался ну как ругался в общем просил чтобы мы приехали пораньше человек просит сейчас тоже самое попросим на скане ничего делать не будем кроме как работы вот я всего ну вы поняли разблокировать автоном пост тюменский вчера работал ну как работал стоял какой-то цель споткорбик витамины принимал табачные вечером сейчас вот по светофорчике на 360 градусов и полетели 16 километров получается я надеюсь сейчас они не начнут вот надо помыть машину надо то надо это открыл дверку ставил компьютер нажал на кнопочку ну я так думаю что знаю что уже заработал ошибку пишите все нет может быть и такое это будет упивание времени да я скажу до свидания поехали мы в Екатеринбург лучше мы выгрузимся а потом после выгрузки поедем разбираться с печкой как мы почти четко 6 плюс 2 8 и вон она скане один километр даже чуть-чуть опаздывает или задерживается на минутку но это не страшно только-только светать начинает в любом случае уже полгода ой полгода господи полмесяца день увеличивается чем я тут посчитал посмотрел да Катя здесь 300 километров отсюда у меня в запасе час ну максимум 2 самое позднее где-то в 10 утра надо отсюда выехать чтобы до 3 постараться успеть чтобы успеть до 3 приехать они то выгрузят куда они денутся ну начнутся эти стиро мы просеяли а вы не смогли я не понял подождите вообще света света не наблюдаю в скане а что еще не работает может у нас 9 утра работает ё-моё она с 9 часов какого лешего я туда сюда приперся в такую рань блин я не знаю хреново хреново пока примут пока то пока сё чёрт побери они знают что ворота открылись запускают может уже подождем раз приехали подождет икацеренбурге клиент добрая здрасте не мне вообще в принципе-то делов-то на 5 минут электрика может и не надо мыться я не знаю это там сказали на 8 вас запустить и что обычно там моются не если ремонт то мне электрика подсоединить просто и всё выезжайте тогда раз заехали в стойке и они просто с 9 я тоже смотрю что здесь я думал они с 8 нет ну я стану в крайнем случае я потом на мойку заеду а сюда вставать какой смысл ее мыть это же у нас не ТО смысл сейчас ее тягача помоешь может мы потом вообще делать не будем я пока не буду заезжать ну и не в том смысле что ну сейчас помоешься потом опять надо мыться будет и дело в том что еще не факт если тут это все сейчас канитель затянется то я не буду делать здесь я поеду это не может не радовать время полдесятого в общем цена вопроса полтора рубля время проведения работ ровно пять минут а то и меньше все остальное время мы выписывали документы сначала на на проведение работ ах какой цвет носить ё-моё я уже отделся да выскочим майку обещаю больше так не делать обещаю больше так не делать на улице на улице не так уж и холодно 21 поэтому на улице не так уж и холодно 21 поэтому еще вокруг еще вокруг объезжать бумаги потом мы выписывали бумаги на оплату вот придумал же кто-то да вот я только одного не понимаю на фига вот такая чему ты над весь релакс на такой вот прикол сделать пять раз не запустилась и и блокировать с какой целью не знаю кому это надо и вообще для чего вот эти все все понятно машины сейчас новомодные такие все наворочатые но вот это навороченные но вот это понты какие-то я не понимаю на какие цели они необходимы машины не заводят автономка не запускается она блокируется что-то даст внятное объяснение я уже не стал меня нет времени до выгрузки мне 300 километров отсюда поэтому я уже не стал задавать никаких вопросов никому нам надо газовать да автономочка спалила ты нам солярки конечно спали лобой спали его там ладно когда такие уже мороза были ну понятно но вот эту ночь предыдущую можно было стоять уже и без двигателя ну ладно хоть так что летим в екатеринбург сегодня нам дал выгрузиться что дальше пока еще не знаю наметки есть но они там в процессе обсуждения там все все эти тёрки ну стаканятся бумажка будет подписана заявка будет получена сразу скажу пока летим в екатеринбург разгрузится это железо которое мы там везем туполым туполым первый городок свердловской области в тюмени главная сухо но видите вот 21 такое небо пасмурно снег по идее пойти не должен в 21 ну даже если он в 21 и пойдет это такая мелочь он не прикатывается и будет просто забывать и все вот смотрите коварная штука какая на дороге ремонт плюс на спуске и вот перед ним верится все вот на тормоза жмешь и она не хочет останавливаться это я еле-еле спускаюсь если сюда прилететь хотя бы километров 40 в час но я думаю что поедешь не вот сюда левее а вот туда правее прямо аккуратно мостик уже столько фоток таких видов этой ну как машины висят вот именно по такой вот фигне где-то ночью где-то что-то притремал поздно заметил в телефоне засиделся еще что-нибудь и когда уже начинает тормозить уже происходит поздно не происходит поздно имеют уже поздно это делается с машина уже трубая естественно экстренное торможение машина идет на юз становится неуправляемой и впоследствии у кого есть желание можете загуглить в интернете валом так что тут надо с этим вопросом надо быть аккуратно и внимательным тем более она хоть и морозная дорога снег не идет но она в любом случае в любом случае скользкая это зима и сцепление не такое а тем более вот здесь перед такими штуками всегда накат всегда лед надо просто чуть-чуть аккуратненько снимать но это так снова пришлось смотрите тут насыпано чё-то такие машины все идут оттуда все заснеженные у нас там что опять потепление снега впереди это опять пышма которая не верхняя ну и так вот на дороге видно тут хорошо мило что я не помню я когда ехал такое было не было или тоже после меня мило по-моему тут был сухой асфальт когда мы сюда ехали ну так это 19 держит пока вы пускай бы она выше не подымалась пускай вот самая температура для зимы 19 20 и не сильный мороз и этого снега нету облачно ничего страшного вообще самая-самая такая температура к и сдвигается все пускай не очень хорошо она сдвигается я имею ввиду крышу и тент то есть и бочина тут уже 4830 из топлива видите свердловской области тут уже по сравнению с цюменской еще у нас считать полтора рубля разница все равно придется заправляться здесь еще он идем с расходом это строку 42 и 7 это уже падает 46 был после ночи с очка это не то ли серенькая что стояла свердловские номера видна новенькая прицепчик новенький просто маски когда мы свою забирали там тоже такая серенькая была это не это не это а может и это ну вряд ли чистенький пошел со свердловской чё тут проехал то 170 километров это мне уже до разгрузки сейчас надо одну штуку остановиться сделать будет заправка оттормознем ся кое-что уже нужно кое к чему готовиться сюда у нас тут как-то видеть портится погода ближе к кати в общем-то ехать то осталось 96 до точки но это на по прямой мы пойдем по екаду и потом со стороны березовского зайдем меньше по городу ехать сейчас по-моему здесь есть в этом в богдану еще вроде бы газпром как бы топлива в двух баках чтобы не передуваться с бака в бак уже здесь процентов показывает автономка ниж десяти запускаться не будет опять поэтому наверное сейчас прямо тут погано еще соедем соточку линем чисто только ради того чтобы это с автономкой не мучиться не передуваться все как скользко тормоза тисниша накатиться вперед скользко тут городе вообще накатано на комплекс уральский лихо так закрутил здесь мы шавермы считать нибудь в белоярске считали ну тут хорошо подсыпала ну вот так слышал что вчера позавчера просто неплохо мелодис на урале что тут что севернее южнее южнее вернее челябинск и туда где горки нет писали лучше татнефть разве есть зерновская область это нефти нет что-то я вас одно случение греков знаю что есть здесь газпром был и так нефти сверховского мастера ну скользко скользко в городе вообще скользко шибана вот такой вот выскакивает перед тобой это помню как зимой как-то валили тоже с пацаном через урал ночью а снегопад снегопад такая метель была но мы так это больше два два ехала больше никого не ехала так это лихо-лихо-лихо летели хорошо летели то есть вот уже сим остался вот уже спустились вниз и на время было уже часов пол шестого может утра вот так и вот этот последний после речки после реки 7 подъемов в гору и все вот на этом подъеме вот такое вот чудовище прямо передо мной мы двое больше никого машин априори нет и вот такой вот крокодил выскочил что пришлось без тормоза так почему прислали какую-то заправку посмотрим сколько это дело и все он то лэп 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 и поехал наверх а не то что не было машину я не мог ну в общем на обойти он не мог как раз именно какая-то спускалась короче пришлось тормозить и все и он уехал а я топил весь подъем а этот за мной мы весь подъем топили наверх чтобы подняться нехороший человек а на что переезд опять стоит или что короче богданович днем как всегда своем репертуаре стоим решил сейчас пока не заезжать то что я там собирался сделать сделала на шлифу и даже ехать не будет мы это все сделаем на выгрузке а что потом хорошо тут скрывать короче от блюже пишет уже 35 процентов то есть а то что там в канистрах а нож там все в камень поэтому его нужно доставать кабину размораживать поэтому вот достанем от блюм короче вот такой такая задачка нужно будет так сделать чтобы она за сегодня за вечер за ночь оно оттаяло завтра залить снег идет нехорошие сверху здесь все-таки на газпром заехал потому что это но есть так нефть но она в самом екатеринбурге это раз вот блин поставили приходится немножко бордюра цеплять все перекатик пропустят у тебя вот но она как бы вроде бы как бы по маршруту но там надо крутиться разворачиваться потом мне на выгрузку ехать по городу очень много дорога сами видите какая я думаю что в екатеринбурге намного лучше погода вот а так я со стороны богдановича зайду там в любом случае меньше по городу крутится на выгрузку поэтому заехал цена в принципе такая же там сейчас потом посмотрим уже определимся в какую сторону мы чё поедем тогда мы уже будем посчитаем где что заливать потому что вот катю едем а куда дальше стопроцентный результата еще пока не знаем заехал 100 литров лину чтоб чисто не передуваться не тут спаков бак кстати интересно как подъемчик на горочку да выглядит на мостик нормально смотрю все так лихо поднимается не очень-то и крутой вот и тогда уже того же с топливом решим если на запад пойдем то понятно будем до татарстана рассчитывается там уже в латарстане заливать но так нефти посыпаны кстати там дешевле уже там будем прикидывать что к чему считать высчитывать пока нет вообще никакой уверенности в какую сторону лыжи на вас 3 по идее на запад надо меняться тоже там есть нюансы короче ладно сейчас пока 91 километр на это по прямой так наверно километров 100 будет до выгрузки нам без 15 час как раз к трем как и планировал по идее должен приехать а а